всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас день благодарения и вот такую вот идеечку нам мама приготовила от нее сейчас пар валит у мамы бицепсы идет парно не видно у мамы бицепсы напрягаются репресс потому что индейка весит гораздо больше чем селфи-стик блин может надо было нам наоборот держать ну ладно ну пусть хозяйка вот сколько она весит 7 килограмм 7 с половиной килограмм то я смотрю у меня там я бумажку еще не выписываю ну ничего неделю спорт не делала так что это как раз сама в общем как приготовить индейку вы сможете посмотреть дальше это будет прошлогоднее видео но тем не менее рецепт старый поэтому можно смотреть и присоединяться рецепт очень простой маришка готовит без причуд но получается очень вкусно вот а мы вот ручонки трясутся котик котик ну ты же блохерша должна быть в кадре вот а мы вас хотим поздравить с этим днем благодарения потому что кто-то смотрит нас из америки кто-то готовится переехать а кто-то может просто за компанию с нами отметит вот и хотим поблагодарить всех наших подписчиков которые с нами уже больше года которые регулярно нам пишут комментарии вас не так много и мы вам очень благодарны и большое спасибо ну и всегда рады новым подписчикам и пишите комментарии а тут блин обидно их нету маришка так надрывается ей бы 7 килограмм комментарии все всем хорошего настроения хорошего хорошего настроения хорошего праздновать праздники неважно какие вы сегодня или завтра будете праздновать до хорошего аппетита с приближающимися новогодними рождественскими праздниками рассказывайте как вы начали готовиться чуть позже будет видео как мы начали готовиться их будет много потому что подготовок у нас очень большие подготовки вот что еще сказать хотели видео выйдет подготовки начались наверно все всем хорошего настроения и с днем благодарения бай-бай смотрите продолжение видео о том как готовится и сегодня угадайте что вы увидите интрига никто не угадал перед вами зрительские перед вами зрительские места на которых будут сидеть строгие судьи нашего кулинарного поединка значит сегодня наши главные действующие лица моя дорогая супруга любимая вы ее уже знаете моя любимая единственная дочка потому что сына у меня два дочка пока только одна и дичь в студию рассказывай что это это индийка которая приехала к нам из магазина футфолес сколько она там у нас денег стоит стоит она 7 долларов 72 цента моя супруга просто где-то потеряла голос перед праздниками срочно поэтому завтра мы будем очень сильно лечить ее джином это уже она нас или было по 59 центов за лб то есть про пол доллара за за пол килограмма вот так вот и все и получается весит она 7 килограмм вот такая вот дичь из нее мы сделаем мы запечем духовке целиком она будет красивая румяна по крайней мере художник как себе представляет мы уже тогда делали и первый раз мы делали ее на первый день благодарения она была очень большая в этот день благодарения антоша проявил инициативу и сказала давайте запечем индейку да и мы сделали индейку но я тогда работал снимать было некому маришка немножко тушевалась немножко так постеснялась и в общем наделали только фотографии и в общем а сегодня решили так как все дети хотят ого так как все детки ну в общем не против мы решили сделать индейку вот марина уже включила печку это она загудела значит мы ее разогреваем до 355 по фаренгейту это где-то скажем так 180 градусов по цельсию ну все начинаем превращать дичь в дичь занимайте места на наших рождественских стульях устраивайтесь поудобнее а катаринка с маришкой будут это все колдовать и я вам буду показывать вот и наша дочь очень хочет учиться готовить она уже очень часто участвует заморить во всех приготовлениях обедов и ужинах вот она уже хорошо готовит она печет длины что на чем не делать она даже суп умеет же делает разные супы блины оладушки пельмени сама делает в общем подрастает хозяйка по полной программе умница лапочка . говорите что тут может быть запекать мы будем на спинке мне кажется это так красивше будет выглядеть хотя бы у нас было на грудке так сейчас мы натрем ее внутри специи они подходят и для свинины и для птицы и для рыбы это мне нравится мы и отбивные с ними делаем ничего страшного а катаринка тем временем нарезают масло для чего тяжело жить внутри я не хочу поделать сегодня посмотрим а еще нам нужно сейчас сделать отделить кожу на груди ну сделать как бы кармашки в которую мы положим которые в которых мы опять же хорошенько промажем всякими специями приправками вот и еще туда мы положим кусочки масла которые я растапливают предварительно масло и смешивают со всякими там травами специями я не растапливаю я делаю я просто рожу маршу маршу масло кусочками и нас таких кармашки получается кармашки кожу ну и потом естественно мы ее натрем может мне какой-то может больше солнышко наверное я сама лучше сделаю я вижу масло не растаявшее не растаявшее те будете желтать как вы это люди делаете так открой катаринка вот эту баночку и сейчас будем натирать той специей как она называется у нас ну это петрушкой петрушкой которую нам продавали за непонятные деньги пока мы не разобрались за сколько их надо купить по правильной цене мы просто никогда не были атоша покажи лицо атоша с таким лицом сидел когда увидел что ты делаешь я поэтому хотел его снять вот приблизительно с таким вообще главное мясо хорошо нагладить да чем оно влажен тем оно вкуснее так сейчас я обмою руки очень красиво и нарежу масло масло можно ложить кому сколько нравится чем больше масла тем сочнее ну да и более зажаристо сочнее зажаристее ну в общем то как ну наверно чем больше положено будет сочнее потому что она же суховатая сама по своей природе наверное да да нет мне кажется это не очень она зайка ну я с этого можно но я вначале использую маленький кусочек который из чего я скажу вот эти краски ну а короче начиняем ее маслом да ну в кармашки в эти ну это не кармашки а под кожу засуру а еще кармашки это если по небу не отдельные а так это у нас один большой целый карман я знаю что многие ложат внутрь нарезанную либо целую лук но я не люблю запах печеного лука мне кажется что по крайней мере дети лук не едят и мы экспериментировать не будем так ну еще чуть ну может быть вот сюда нет а мне вообще в принципе и в детстве не нравился печеного вот именно такой вот как бывает в супах еще вареный я тоже не люблю я тоже вареный суп я тоже вареный суп Катарине не надо ее бояться а Катарина плов а Катарина плов а Катарина плов у Катарины получается очень вкусно ну и сейчас наша цель ее всю хорошенько намазывать припапку да а спинку будем намазывать сейчас перевернем намазку с ней не выскочить о подъем с переворотом совершила индейка антош может ты тоже участвовал маме помогал ты никогда маме не помогаешь не хочешь помочь маме перевернуть ее Антош скажи я морально помогаю ты никогда не помогаешь в готовности пахнет как мне нравится как то пахнет я скажу тебе не надо красавица а пахнет как это я не знаю мне нравится это пахнет ну я буду москве гнирую не могу я вам скажу честно это пахнет ну так конечно Зайка приправа я знаю я точно не буду это вкусить у него так много баринов и тот пахнет Зайка ну оно же не будет внутри да то зеленое я не хочу не нюхать а что у нас внутри нее лежало расскажи она пахнет индейка всегда продается не пустая она продается со всеми ее скажем субпродуктами запчастями да там идет сердце печень и что то еще третье шея нет 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 в маленьком пакетике я сейчас покажу а и шея отдельно было в отдельном пакете так сейчас нужно с кофе кто нибудь дети отмотаем туши ниточек поможем не завязать а то они вон там я не знаю если я смогу не сможешь сам ну просто отмотаем небольшую ниточку Антоша что значит я не смогу отмотать нюх достань иголку достань иголочку с катушки чтоб она не мешала тебе ну пахнет уже очень вкусно мне больше нравится как то пахнет 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 и сейчас мы свяжем ноги чтоб она не расползлась Зань надо же наверное чтоб кто то поддержал себе или как может сначала помыть да если щас не получится их главное прихватить немножко чтобы они не развалились а вдруг она начнет расширяться и разорвёт нитку может быть поплотнее то которую мы приготовили вернее марина приготовила на день благодарения ей не связали ноги и она распласталась на весь поднос она выглядела прекрасно но не эротично почитаю на моем телефоне как ты тут ухожешь? Мама, как ты тут ухожешь? ну а как ты курицу трогала для пола? что думаешь индейка с курицей сильно отличаются? нет, да, ну вообще-то да, они чуть-чуть отъезжаются курицы они такие маленькие ну всё, я думаю, что это достаточно будем надеяться так, сейчас, что, где мне это? в общем, мы её предварительно не вымачивали, не выкручивали ничего предварительно нельзя предварительно не вымачивали не мариновали просто вот достали разморозили натерли двумя приправами натерли маслом связали ноги и сейчас что будем делать с крыши? да, и сейчас а это сушеный чесночок он, в принципе, ничего кроме такого приятного аромата не дает но мне нравится добавлять обязательно ну опять же, кому что нравится, кто-то может ещё что-то добавлять духовку я разогрела, уже она у меня разогрета на 180 градусов и сейчас час она будет готовиться при 180 градусах закрытая по льду через час я уменьшу температуру до 160 градусов по каренгейте и ещё где-то около 2-2,5 часов она будет закрытая готовиться и когда пройдёт 2,5 часа мы её уже откроем и будем готовить я думаю, что по её весу она будет принимать солярий да, она уже будет запекаться чтобы выглядеть красиво мы её будем иёным же соком постоянно подливать подливать, чтобы получилась такая нарядная золотистая корочка то есть у нас пойдёт час предварительно разогрев потом 2,5 часа да, и где-то под крышкой под фольгой да, оно всё время будет под фольгой а, сначала мы час на 180 потом 2,5 часа на 160 градусов по фаренгейту и потом где-то не по фаренгейту, по цельсию 180 по цельсию час, 2,5 часа 160 по цельсию и потом ещё и потом ещё минут 30-40 уже чтобы сделать её румяненькой потому что ну в принципе где-то получается что около 4 часов да ну что забрасываем торжественная закладка ну всё Тоня, я на том сейчас все свободны на 4 часа накрывайте на стол будем подавать индейку продолжаем наши кулинарные затеи прошло 3 часа смотрим что у нас получилось это может с одной варчкой работать она полностью практически готова она не полностью она готова это я уже вижу она готова но её надо теперь сделать сводить в солярий да это надо мазать вот этим что с ней вытекло да здесь получается нет здесь её её же соки и у нас же масло было добавлено да и я даже вижу что нам надо будет немножко её подсогарить и всё потому что и какую температуру мы будем поддерживать эту же 160 градусов и ты понимаешь зараза она всё равно немного расползла немножко расползлась ну ладно мы в неё положим что-нибудь красивое её положим что-нибудь красить нет мы положим её понятно на блюдо салат к ней положим какой-нибудь вкусный шпинат к примеру шпинат это не салат ну в общем шпинат к ней положим а сюда не положим какой-нибудь что-нибудь помидорчики нарежем и оно не будет видно что она так и разошлась ну в общем ей надо будет сделать макияж ну пахнет очень хорошо ну к сожалению телефон запах не передает но мы потом расскажем наверное конечно все таки более удачный вариант это запекать ее на грудке да но на грудке ну тогда у нее получается мне мне нравится немножко что спина совсем сухая получается тогда там она как-то я не знаю почему может быть я не умею готовить дело в том что на спине мало мяса и оно получается что грудь еще скажем типа не готова а уже спина пересыхает да ну что начинаем операцию солярий она как-то у нас на бок завалилась почему-то ну ну мы ее с того боку подопрем ну как-то так ну погнали да и сколько будем держать минут а мы будем может минут через 15 опять ее вынем опять этим обмажем чтобы оно ну периодически получилось да я думаю минут 15-20 и все можно быстрее увидимся через 15 минут так быстрее завтра будем есть быстрее я шучу конечно пошла вторая намазка Витя она уже начинает загорать крылья так у нее уже вообще загорели я бы сейчас помазать кремом от загара от солнца уже намазала? да намазала ну я не знаю наверное мы в следующий раз уже будем отключать и доставать или ты еще хочешь мне я хочу чтобы она была как вот на той фотографии шоколадная мне кажется на той фотографии мы по неопытности ее немножко передержали давай подержим продолжаем солярий для индейки заканчиваем может заканчиваем давай смотреть я думаю заканчиваем сережку загорела загорела все достаем ее и так наверное давай я тогда отключусь и помогу тебе достать ну давай это будет клево потому что она наверное очень она очень загорела но она очень тяжелая ну в общем вот такая она выходит из духовки а завтра когда мы ее сложим на тарелочку красивую мы тогда допишем как это выглядит на нарядном блюде да? да конечно все пока пока до завтра увидимся счастливого рождества в эту рождественскую ночь пришел Санта со своими помощниками и насорил подарками засыпал весь дом принес всяких и носочков и открытки и мешочки и коробочки и конфеты и все и пакетики какие-то наставил наставил и убежал поэтому ждем утра будем с детьми все это проверять так вот вот Санта на тень это же в кадр наплазит всем привет это вторая часть приготовления индейки индейки это не индейки значит вчера мы начали сегодня заканчиваем так сказать вернее сегодня мы ее подаем на стол вчера мы приготовили индейку увидели как это было очень просто это элементарно просто ну что я рассказываю шеф повод вам слово и так вчера мы ее приготовили полностью все и сегодня просто когда стали уже накрывать на стол это получается где-то часик назад мы ее поставили на 300 градусов по фаренгейту в духовку она там ну может быть 40-50 простояла она хорошенько прогрелась ну и все и мы начинаем праздновать на стол на стол индейку в студию все ребята а вам всем спасибо кто посмотрел наш влог всех с наступающими праздниками всем желаем счастья, здоровья, любви и хорошего настроения в новом году с рождеством и новым годом с рождеством и новым годом бай бай все Субтитры создавал DimaTorzok